Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционный для этого дня эфир и вебинар «Правильный понедельник» состоится, как и всегда, в 15.00 по московскому времени. Всех с большим удовольствием приглашаю посетить эфир, потому что там есть возможность задать конкретные вопросы, обсудить со мной ту тему, которая вас интересует. Но предварительно в нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим сегодня несколько тем на выбор по совершенно разным финансовым инструментам. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной, центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, очень большие надежды были на торговую сессию пятницы, то, что выступление Павла сможет прояснить экономические перспективы американской экономики и дать нам конкретную установку по дальнейшей траектории движения доллара. И, соответственно, мы рассчитывали на эту ясность, потому что хотелось уже разнообразить портфель большим количеством инструментов. Я надеялся, что будет возможность сегодня уже начать добавлять в него другие активы. Но, к сожалению, после пятницы неопределенность, которая присутствовала до ожидания, опять же, и до выступления Павла, у нас сохраняется, друзья. Индекс доллара. Текущие котировки 104 пункта. И мы понимаем, что чего-то рынку не хватает. Не было каких-то мощных движений, даже по текущему сенсименту каких-то серьезных изменений не произошло. Нужен какой-то дополнительный триггер и катализатор для более интенсивных движений и, возможно, для определения дальнейшего вектора. Давайте подведем итоги того, что было сказано Павлом. Павл повторил, собственно, ровно то, что мы от него слышали во время последней пресс-конференции. По итогам последнего заседания Федеризерва. То, что экономический вектор монетарной политики заранее не определяется. И, по сути, на каждом заседании ФРС взвешивает вообще все экономические условия. И в этот самый момент принимает решение, что делать с ключевой процентной ставкой. То есть все зависит от макроэкономических отчетов, от их силы или слабости. Между членами голосующего комитета тоже нет единой позиции. По сути, раскол 50 на 50. И когда мы готовились к выступлению Павла на симпозиуме в Джексон-Холле, я приводил вам отдельные точки зрения отдельных представителей Федрезерва, которые по суждениям отличались друг от друга. Были те, кто поддерживал идею того, что ставку нужно тащить дальше вверх. И были те, кто считает, что она и так уже достигла ограничительного уровня. Важно делать отсылку сейчас на Павла. Павл подтвердил то, что регулятор готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики, потому что первоочередной задачей Федрезерва является обеспечение стабильности цен. Говоря простым языком, для ФРС задача это снизить инфляцию к тому целевому уровню, который был ранее определен. Это 2%. Как мы знаем, даже несмотря на то, что индекс потребительских цен в США снижается уже больше, чем год, и стабильно снижается каждый месяц, все равно до цели еще не добрались. И нужно пройти какой-то путь, прежде чем инфляция опустится вот к этому целевому уровню в 2%. Павл также отметил, что прекрасно видит, осознает и признает, наверное, негативные последствия активного повышения ключевой процентной ставки. Это проблемы на рынке труда, это затухание сектора недвижимости, это замедление экономической активности производства, а сферу слуха, это падение потребительского спроса. И, как следствие всего этого, снижение темпов экономического роста американской экономики. Но, по мнению Павла, недостаточные усилия на текущем этапе имеют куда более негативные последствия, чем дальнейшее ужесточение национальной денежно-кредитной политики. Для того, чтобы дальше мы с вами, наверное, имели какую-то ясную точку зрения, раз Павл нам не помог, нужно дождаться следующих важных релизов. Тем более, что ждать их осталось недолго, если для Федрезерва такое уж большое значение имеет макроэкономическая статистика, ну давайте тоже тогда сделаем на нее большой акцент. На этой неделе, поскольку начинается в конце недели новый месяц, и традиционно в первую пятницу нового месяца, мы анализируем Non-Farm Perils. Вот этот отчет будет в центре и фокусе нашего внимания. После этого, 13 сентября, выйдут данные по инфляции. И, соответственно, если по рынку труда мы увидим более лучшую картину, чем та, которая, наверное, должна сложиться с учетом того, что сейчас происходит в американской экономике, и если по индексу потребительских цен будет, опять же, зафиксировано повышение показателей базового либо основного, тогда уже будем рассматривать возможности не продажи индекса доллара, о покупке в расчете на то, что американский регулятор согласует еще о повышении ключевой процентной ставки. Но до этих данных, наверное, сейчас на основании очевидно неопределенной риторики Паула делать какие-то осуждения, и уж тем более менять радикально свою точку зрения, потому что будет с долларом дальше, не стоит. Это моя вам рекомендация. Поэтому до выхода данных Non-Farm Perils и данных по инфляции я сохраняю короткую позицию. Кстати, по данным FedWatch, вероятность повышения процентной ставки в сентябре осталась на прежнем уровне 19,5%, хотя до конца года рынок уже оценивает вероятность повышения ставки в 46%. Ну, в общем, давайте смотреть дальше за макроэкономической статистикой. Золото – 1915 долларов за тройскую унцию. В принципе, вялая динамика уже продолжается третью торговую сессию подряд. И сейчас среди тех аргументов, которые можно использовать для оправдания покупок или продажи золота, такой баланс. Если говорить о покупках золота, ранее мы начали небольшим объемом его подбирать. Это снижение доходности 10-летних облигаций трежер. Сейчас доходность составляет 4,23%. Это и локальное снижение курса американского доллара. С другой стороны, сантимент опять 50 на 50 не дает нам четкой картины того, что сейчас делает толпа, потому что толпа не определилась и не знает, в принципе, что делать дальше, потому что нету новых вводных для принятия торговых решений. И еще один негативный момент – это последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Общее количество позиций на прошлой неделе снизилось с 121 тысячи до 101 тысячи. Странно тоже, конечно же, учитывая то, что золото все-таки росло практически всю неделю. Если брать такие экстремальные уровни начала недели и пики, которые были достигнуты в рамках пятидневки, ну, могли бы поднабрать, но вот есть то, что есть. Поэтому сохраняем дальше выжидательную позицию, дополнительные позиции не открываем. По британскому ничего не меняется, 1.26, я жду заседания Банка Англии в сентябре. Из последних релизов стоит отметить индекс потребительского доверия, который несколько улучшился, что в целом отражает и говорит об улучшении настроений потребителей, которые лучше стали оценивать и перспективы британской экономики. Но, опять же, все эти релизы сейчас такой многоэкономический статистический шум. Все зависит от решения Банка Англии, а решение Банка Англии зависит от их настроя бороться с инфляцией. Надеюсь, то, что Джереми Хант, который возглавляет Министерство финансов, и ранее уже пытался недвузначно дать понять Банку Англии, что требуется дополнительное повышение ставки, его позиция будет услышана, и Банк Англии выкатит решение о ее повышении ставки на 50 базисных опунтов. Рынок нефти 83.80. Ждем локального снижения и готовимся нефти покупать. По версии и мнению аналитиков Морган Стэндли, из-за неопределенной ситуации с Китаем котировки нефти будут так и болтаться в уровне 80 долларов до конца этого года. На мой взгляд, если мы увидим 80 долларов за баррель, это будет идеальная возможность, чтобы зайти в долгосрочные покупки. И на этой неделе, кстати, помимо данных по рынку труда США, которые нам предстоит проанализировать, еще будет несколько релизов по активности производственного сектора Китая. Давно мы не видели уже хороших отчетов из экономики Поднебесной. Это сразу оценка производственного сектора, сферу слух. Если будут какие-то положительные сдвиги, то, может быть, начнем покупать нефть, не дожидаясь тестирования поддержки 80 долларов за баррель. Потому что, если будут предварительные индикаторы улучшения ситуации в промсекторе Китая, то почему бы не рискнуть и не сделать шаг на опережение, надеясь на то, что китайская экономика все-таки под конец года сможет восстановиться. Пара доллар-иена, также мы за ней следим, но пока только наблюдаем. 146.50 текущей котировки. Ранее выставил отложку на уровне 148.50. Готовлюсь шортить, каких-то сдвигов в плане активности Банка Японии по валютным интервенциям по-прежнему нет. Мы это видим даже по текущей динамике курса. И нет локальных новостей. Других инструментов пока в портфель не добавляем. Если будут условия для этого в рамках этой недели, сделаем это обязательно. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Продолжение следует...